Цветочный натюрморт научных и эстетических потребностей в обществе. Художник Кёрк Якоб Йоган Ван Кос родился в 1782 году в Кааге и стал продолжателем известной династии художников. Династия была основана его отцом Яном ван Осом и выключала его сыновей Питера Джерардуса ван Осо художника-игравёра и Георгия ван Осо художника, его дочь художника фруктов и цветов Марию Маргарет ван Осо и его внука художника пейзажей с лосадьми и с годом Питера Фредерика ван Осо. Георг учился у своего отца Янова Носа и является автором огромного количества рисунков со соображением растений. Интересно то, что эти рисунки стали иллюстрациями к известному научному изданию. Субтитры создавал DimaTorzok В 1809-м за акварель получил первый приз в общество по ощрение искусств и наук Амстердема. В 1812-м году художник перебрался в Париж и начал работать в северской фарфоровой мануфактуре, потом была Гага и Амстердам. В 1822-м году Георг Якоб Йоган ван Ос вернулся в Париж на работу в фарфоровую мануфактуру. Именно в тот период им было создано огромное количество натюрмортов и цветочных пейзажей. С той поры французы начали назвать художника Рубенс цветочной живописи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В 1861-м году автора прекрасных натюрмортов не стало. Работы художника представлены во всех самых известных музеях мира. На картинах голландских художников XVII-XVIII веков букет уподоблен человеческой жизни. Символы встречающихся на полотнах были призваны напоминать о бренности мира и о нестабильности удовольствия и достижений. Все предметы были многозначными, имели светский и религиозный подтекст. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok